Вот оно наконец сегодня состоится. Наконец наша работа, которая была проведена под руководством главы государства не зря. Эти эмоции замглавы президентской администрации на старте собрания можно понять за плечами. Большая конституционная работа впереди в НС в том самом новом статусе. Статусных людей во дворце республики было немало. И те, кто сейчас в общественной и политической обойме, и те, кто всегда родил за страну. Миссия прессы – взять лучший ракурс, добыть уникальный комментарий, блеснуть аналитикой. Не даем перевести дух вице-премьеру, который за секунду до был у нас в прямом эфире. Сколько вы прямых эфиров подряд бы выдержали? Ну, я не знаю. Тут мы ориентируемся на вас, журналистов, и президентского пола, и других журналистов, с которыми мы работаем. Я думаю, сколько выдержите вы, столько выдержим мы. В общем, все мы – кремень. Информационную эстафету вице-премьер заботливо передаст Витебскому губернатору. Тут и без слов понятно, как долго и тесно работали в одном Кабмине. Для нас всех событий. Бок о бок и журналисты свое место на информационном поле Народного Веча застолбил каждый телеканал. Борьба за эксклюзивные кадры – она такая. Мы не хотим работать на конкурирующий канал. Потом у вас рейтинги вырастут, а у нас останутся высокие. Мир, дружба, жвачка. Как и в любом деле, руководитель всегда задает тон. Будем делать большие дела для нашей стороны. Я надеюсь, великие дела. Поэтому все настроены на работу. Совершенно иной статус в НС. Поэтому и решение, я думаю, что будет историческим. Желание запечатлеть исторический момент, а главное – себя в нем создало настоящий ажиотаж в стихийной фотозоне. Удержаться от снимка вдвойне сложнее, если лицо космических достижений Беларуси вот тут, рядом. Мне очень приятно. Любовь наших белорусов и поддержка. Поэтому я все принимаю с благодарностью. Спасибо. Фотографиям, ну, примерно, десяток? Да, больше уже было, да. Солодуха не то, чтобы борется за космические лавры, но притяжение есть. И он в ответ, как всегда, выкладывается на все сто. Я думаю, что я сегодня буду здесь работать. Такая атмосфера на позитиве не собьет с толку. Острота геополитического момента – беспрецедентная. В истории нашей страны простых моментов не бывает. Основная острота сейчас обусловлена не нашим выбором. Это попытки внешнего давления, попытка раскачать ситуацию внутри страны. И вот Всеволорусское народное собрание – это, наверное, самый эффективный и самый яркий ответ. Когда мы едины, мы непобедимы. Экономика вообще, в принципе, это главное. Но сегодня, когда политика, особенно недружественных стран, вмешивается в те процессы, которые идут в национальных государствах, надо все-таки по-другому посмотреть и на политические вещи, на вопросы национальной безопасности. Надо порог держать сухим. Сегодня работать приходится всем кознем, вопреки не только по глобали. Реагировать оперативно пришлось и на мелкие технические трудности прямо перед самым началом. Технически нынешнее собрание – седьмое по счету, но по сути это новая история в политическом устройстве страны. Собрание станет защитным буфером от возможных опасных процессов, идущих вразрез с интересами общества и государства. Делегаты – это и есть глаз народа, коллективный разум его. Вы не просто всеобщее собрание, вы национальная совесть. Свою речь на АВНС глава государства начнет с мира, точнее с того, кто и почему этот мир переворачивает с ног на голову. А зачем? А во имя чего? А потому что гегемон теряет свою гегемонию. А гегемония в мире для них – это огромное богатство. Впрочем, во второй день собрания, более подробно обсуждая вопросы безопасности, Александр Лукашенко обойдется уже без лишней дипломатии. Они просто хотят утопить Россию в войне, оторвать ее от наметившегося союза с Китаем. Этого союза нет, но он намечается. Обстоятельства сложились так, что и России, и Китаю надо быть вместе. Американцы это поняли, им нужно вбить Клин. Как утопить в Украине? Поэтому 60 миллиардов долларов для них – это не деньги. Воюйте, убивайте друг друга. Для американцев Китай и Россия – это еще не все противники и враги. Для самой Америки, мы это почувствовали во времена Трампа, очень серьезным соперником является сама Европа. Европа осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта. Американцам никакие противники и конкуренты не нужны. Лукашенко не нагнетает и не пугает, а оценивает реальное положение дел. Горячая Украина – риск для Беларуси. Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну. Стамбульские соглашения могли бы остановить военные действия, считают, что и сегодня это вполне рабочий вариант. Была бы на то политическая воля. Я знаю настроение военных украинских. Им уже эта война надоела. Но и они не могут предпринять самостоятельных действий, потому что за президентом Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО и весь западноевропейский блок и Соединенные Штаты Америки. Ситуация очень серьезная, но если сейчас, по моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность и может прекратить свое существование. В Украине сегодня нужен мир. В тезисах белорусского президента будет не без рефлексии по поводу 2020 года, когда мы на себе ощутили, как работает методичка Вашингтонского обкома. Не потому, что тема триггерит, а просто потому, что нужно уметь извлекать уроки. Мы оказались сильнее и сплоченнее. Помните, я их предупреждал, что мы очень любим свою небольшую компактную страну. Мы ее очень-очень любим. А любимую не отдают. Мы их предупреждали. Но мы ее не отдали. И поверьте, не отдадим, какие бы усилия они не предпринимали. После 2020 года увидели, как в песне «Кто друг, кто враг, а кто так?» Запад лепит врагов из Белоруссии и России. Это, как и тектонические сдвиги в мировой политике, повлияло на Минск с Москвой. Сейчас наше время, скажет Лукашенко о союзном государстве. Время подтолкнуло нас с россиянами к решению важнейшей задачи. Мы намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках союза, сохраняя национальный интерес. И мы уверенно это делаем и движемся к желаемому результату. Наше союзное строительство – образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. Подчеркиваю, никакого насилия и никакого поглощения. Кстати, после этих слов белорусского президента, генсек СНГ и госсекретарь союзного государства обменялись репликами. Разгадать по лицам опытных политиков, о чем шла речь, точно не получится. Лучше спросить. Для нас это было очень дорого, что союзное государство в речи президента отмечено по-особому в глубине, в масштабе и в доброй оценке. То есть вы про это переговаривались? Да, да, да. Ну а что, Лебедев тоже прекрасно понимает значение той интеграции, которая есть пример и для СНГ, между прочим, и для стран Евразийского экономического союза. То, что вместе можем больше, наконец-то по-настоящему поняли и оценили в России, судя по веренице их губернаторов. Как раз на старте недели был визит архангельской делегации, который совпал с апрельским снегом. Вы нам север привезли. Да, но мы же самый северный субъект Российской Федерации, поэтому, наверное, там, где мы, там сразу кусочек севера появляется. Отношения Белоруссии и России куда теплее. Для Архангельской области Республика Беларусь – это основной точно партнер среди всех стран СНГ. Конечно, потенциал еще далеко, как это принято говорить, не исчерпан. Мы видим большие возможности для организации логистики. Архангельск в этом смысле мог бы предложить свои возможности, портовые возможности по перевалке белорусских грузов. Экономика заманчивая? Ну, она точно абсолютно конкурентная. Усложнять логистику не стал Оргкомитет. ВНС угощать решили на месте. И пока кипели страсти на политической кухне, организаторы готовили обед для делегатов. Мы угощаем нежной запеченной свининой с перцем и овощным рогом. Кстати, делегатом в НС стал и новоиспеченный глава Минприроды. У него интересный карьерный взлет. Как из района попасть в кресло министра? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Сейчас я эмоции особо испытываю, потому что, наверное, только в нашем государстве обычный парень, который родился и вырос в заводском районе, может добиться каких-то результатов на страновом уровне. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям. Через умение и желание честно работать на благо своей страны. Приветствуется особенно на высоких государственных постах. И многозадачность этим качеством филигранно владеют телережиссеры и видеть каждый кадр в отдельности и всю картину целиком, и при этом реагировать мгновенно. Если бы не стойкость и мужество истинных патриотов потеряли бы страну. Важный процедурный момент дня. Тайное голосование за председателя ВНС, его зама и состав президиума мог затянуться. Все было организовано четко, очередь двигалась быстро, но общение в кулуарах на каждом шагу было не остановить. Голосою в каждой клетке поставил птичку. Как и информационный пыл журналистов. Это не подмена президента. Вы волнуетесь за то, что 25-й год перебили. Но что важно, что важно, вот это новый орган, что такое неразбериха во власти мы с тобой пережили, хоть ты и моложе. Не дай бог, вот этот орган новый, хороший, демократичный, его надо вмонтировать. Радьков блестяшкий, я с вами сказал. Его надо в наш политический быт вмонтировать. Вот что очень важно и опасно. Не дай бог, вот эти противоречия и столкновения, тогда беда будет в обществе. Эту мысль продолжит Лукашенко и в зале, поблагодарив за поддержку. Я вас не предавал и никогда не предам, какие бы проблемы у меня не были. Все непросто сейчас. Идем по тонкому льду, как я говорил, по лезвию ножа. И нам сегодня не нужен никакой раздрай. Вы должны быть как волкодавы. Вы никому не должны ничего позволять того, что может нарушить наше единство и те нарушить стратегические направления развития, которые вы примете, за которые вы проголосуете. Я хочу видеть такое Всебелорусское народное собрание. Извините за нескромность, я думаю, кроме меня это никто не сделает, потому что это прошло через меня, начиная с первого НС, которое спасло страну. Собрание еще шло, а в сети уже развопились критиканы и по поводу всей процедуры, и по потенциально возможному двоевластию в будущем, чего только не написали. Если уж это и была борьба, то точно не за титулы, а за будущее для страны. Пусть критикуют, а им за это платят. И платят много. Ну, это и на их совести. А мы будем делать все для того, чтобы сохранить свою страну, для того, чтобы наш народ был един, и в его стремлении жить на своей земле нам никто никогда не помешал. А мы сделаем все, что зависит от нас. И всегда будем с нашим лидером, с нашим президентом. Если предсказать критику ВНС оппонентами власти и их медиаобслугой было несложно, то выдать стопроцентный прогноз, кто станет заместителем председателя Народного Вечи, это надо было постараться. Почему именно Косиниц? Вы же видите настоящую нашу демократию. Так приняло все белорусское народное собрание. Более оно такое приняло решение, проголосовало, значит, стал Косиниц. Значит, они ему доверяют. Ну и самое главное доверие – это главы государства, президента Республики Беларусь. В президиуме помимо председателя, его зама еще 13 человек. Кстати, сам ВНС нередко называют коллективным Лукашенко на будущее. Каково им быть, начинает чувствоваться уже сейчас. Очень тяжело. Очень тяжело. Я тут могу откровенно сказать, осознание уровня ответственности и значимость тех решений, которые принимаются, их влияние – это очень тяжелая груз ответственности. Расходились делегаты со словами «отработали», имея в виду и себя, и прессу. Хотя журналистское чутье в этот момент подсказывало – все только начинается. Время ведь выбрало нас, ну а мы выбираем время первого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова